Ребята, всем привет! С вами Димас, также оператор с нами Антон. И для вас сегодня мы решили приготовить блюдо, которое мы часто готовим на Новый Год, на какие-нибудь праздники. Соленую рыбу, а точнее скумбрию. Прекрасный вариант, тем более, что скоро праздники. Может быть, попробуйте, тоже дома так сделаете. Это макрель. Макрель это? Чего? Это макрель. Это просто у нас называется скумбрия. Ютуб, ну, бери, посмотри. Мы помыли нашу разделанную скумбрию, от пленки очистили, от всякой гадости. Вкусная скумбрия вообще. Я ее разделаю, разряжаете дальше, вот дальше анального плавника до хвоста. У нас анальный плавник, но он тоже не нужен. С помощью ножа и пальца такие косточки. Аккуратно вот трогаем пальцем, проверяем, где есть кости и вытаскиваем. Костей много будет. Все косточки идут до анального плавника, вот здесь. Дальше уже здесь нет косточек. Две трети рыбки будут с костями. Где брюшко заканчивается, короче, заканчиваются кости. Так что дальше можете смело даже не проверять, их там нет. Они здесь все впереди. Ну, вот, друзья мои, что-то мы разделали тут долго-долго. Это все, ну, вынимали косточки. Ну, достаточно такой муторный процесс. Но, легко выполнимый, если вы усердный, трудолюбивый человек. Вот такой способ у нас, так сказать, может быть первый, необычный. Самый простой, как мы используем. Просто у нас стреч-пленка вот тут пищевая. Мы на нее выкладываем рыбу. Кожей вниз, она с кожей, мы ее не снимали. Вытащили косточки и распластовали. Просто присаливаем. У нас тут морская соль с травами разными. Достаточно обильно. Ну, как кто любит. Кто-то любит не очень соленую рыбу. Кто-то любит посолоней. Везде просыпаете. И немножко специй. Здесь тоже, кстати, надо учесть, что тоже есть соль. И еще немножко добавляем специи. У нас тут какие-то, ну, для засолки рыбы. Немножко присыпаем. И чеснок. Три зубчика примерно. Раздавим сейчас тоже. И тоже по всей рыбке раскидаем. Вот четвертый зубчик тоже решили сделать. Остренькая будет у нас, чесночная. Вот, растерли немножко чеснок тоже по всей. И просто берете и закрываете вот так скумбурю. Как бы делаете ее целиковую. Прижимаете плотненько. С краев тоже поджимаете. Снизу поджимаете. И аккуратно, аккуратненько вот так заворачиваете. Проворачиваете, 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 проворачиваете до конца. У вас получается такой вот макрельный рулет. Края тоже можно вот так завернуть. Оставляете при комнатной температуре. Пять часов у вас постоит. И убираете в морозилку. Все. До полного замораживания вы достаете и уже нарезаете. Второй способ, ну как второй способ, более сложный способ приготовления идентичного рулета. Такого же, как вот мы солим. Он более такой геморройный. Чуть-чуть вот для подачи более красивый и удобный есть. Вот мы берем наше филе. Такое же, как мы делали в более простом способе. Рыбку мы разделываем очень просто. Берем и снимаем кожу. Она достаточно такая тонкая. Снимается сложно достаточно. Как чувак. Наверное, может быть, даже было проще, если мы ее сняли бы с целой тушки. Сейчас понимаю это. И у нас тут хребет мешается. Мы его отрываем. Наше плавное филе. Вот. И выкладываем. И вторую часть тоже самое. Аккуратно кожу снимаем. Ну, в принципе, легко довольно-таки она вот снимается. Если уже вы делаете это не первый раз. А мы делаем не первый раз. Но каждый раз сложно. С каждым разом все сложнее и сложнее получается. Ребята, у нас получилось филе без кожи. Кожу сняли. Можете, как мы, снять разделанную тушку уже. Можете изначально снять с неразделанной тушки. Возможно, будет даже правильно. Берете целую тушку, разрезаете, снимаете кожу. И потом аккуратно снимаете филе. А у вас получается, остается скелет с кишками. Мясо вы снимаете. Либо сделать, как мы. Три специи. Добавляем те же самые. Соль. У нас морская. Присариваем. Достаточно сильно. И также добавляем наши специи для рыбы. Здесь тоже соль есть. Также чеснок добавляем. Несколько зубчиков. Точнее, 4. Даже 5. И для нашего рулета мы придумали такую вещь, как... Ну, у кого что есть. У кого есть огурцы. И у нас есть вот кабачки маринованные. Очень вкусные. Они дают такую пикантность небольшую. Кому как нравится. Может, там побольше кто-то добавит. Интересная вещь такая. И аккуратно вот так заворачиваете хвосты с помощью пленки. И дальше аккуратно. Либо с пленкой, с помощью пленки. Либо сами заворачиваете до конца этот рулет. Как у вас будет получаться. Ну, с помощью пленки намного проще это будет делать. Вы подгибаете ее. Потом вытаскиваете. Опять. У вас он не разваливается. Опять подгибаете. До конца. И уже плотно, плотно сворачиваете в рулет. Вот так. Опять поджимаете. Опять заворачиваете аккуратно. Опять поджимаете. Края. И можно их вот так убрать даже. И завернуть. У вас получится такой рулетик симпатичный. И также вы оставляете примерно часов на пять. У вас он стоит, маринуется при комнатной температуре. И уже потом убираете в морозилку. У нас прошло время. Ночь прошла. И рыба застыла. И будем сейчас пробовать. Вот мы не будем снимать, чтобы держать было удобно. А то она жирная и скользкая. Такие кусочки получаются. Можно тоньше резать. Можно толще резать. Кому как больше нравится. Ну, с кожей, я думаю, потолще лучше нарезать. Как с тарганином получается. Мы заворачивали в другом направлении. И цвет получается более такой, так сказать, светлый. Попробуем сейчас, что у нас получилось без кожи сначала. Хорошая рыбка. Тает прям вся. Всё, её нет во рту. Даже кабачки тают нежные. Другой заворот получился. Видите, кожа снимается. Вот, пробую. Более рыбный, мне кажется, вкус какой-то. Вкусный скумбли. Нежная тоже тает прям вообще. Что прикольно. Без кожи, конечно, поинтересней. В плане того, что удобно есть. На хлеб положил. И раз, всё, закинул в топку. А кожу надо вытаскивать. Но проще намного. Всем приятного аппетита. Пробуйте наш сало. Нашу рыбу, как вот делаем. С вами был Димас. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Антон тоже вам привет передаёт. Увидимся на нашем канале. Всем пока-пока.